В последний месяц жаркого южного лета перевалил за свой экватор. Каждый день славянские ребята, отдыхающие в оздоровительном лагере «Ровесник», проводят очень весело и увлекательно. Наша съемочная группа побывала там, на солнечном побережье Азовского моря, во время проведения краевого фестиваля «Кубанские каникулы». Юные славянские физкультурники и спортсмены, спортивной профильной смены здоровой стиле лета увлекаются футболом, волейболом, гимнастикой, теннисом. И в лагере «Ровесник» они чувствуют себя прекрасно. Здесь есть все, что необходимо для полноценного отдыха. Торжественное открытие краевого фестиваля «Кубанские каникулы» в лагере позволило каждой из десяти команд заявить о себе. И фестиваль – отличная возможность, чтобы сделать день его проведения ярким и запоминающимся. Для Полины Скачковой это еще и день рождения, с чем ее уже успели поздравить множество подруг и друзей, так что настроение у нее приподнятое. «Проводим время хорошо, весело, кормят очень вкусно. Приехали к нам, организованные кубанские каникулы. Очень интересно. Ходим по станциям, везде смотрим. Хорошо организовано. Я в лагере седьмой раз, и первый раз у меня для рождения в лагере. Уже поздравил весь лагерь, подарили небольшие подарки от лагеря. Поздравили девчата с отряда. Очень классно, весело, все нравится». Лето должно проходить не за праздным времяпровождением. Есть очень много различных форм, в том числе и малозатратных, которые можно использовать для организации досуга. Фестиваль «Кубанские каникулы», который уже стал традиционным, из их числа. «Данное мероприятие проводит именно Краевая комиссия по делам несовершеннолетних. Готовит подарки, готовит грамоты. Сценарий у нас неподготовленный. Он ежегодно обновляется, готовятся новые. Потому что под новые форматы, под новые стандарты, все мы делаем на базе управления образованием и отдела по делам молодежи. Они совместно все это готовят. И все мы вместе уже здесь на место приезжаем и проводим. Я сама увидела, сама на все станции прошла. Все очень весело, все очень дружно, все очень позитивно, сплоченно. И самое, что важно отметить, все очень организованно. У старших и младших участников фестиваля были свои программы. Старшие соперничали в спортивных играх по мотивам телепередачи «Форт Боярд». Младшие соревновались в рамках квест-игры «Здоровая Кубань». Оригинальные и необычные задания ждали каждого из участников на станциях. Нужно было проявить все свои таланты, продемонстрировать хорошую физическую форму, а также показать себя с интеллектуальной стороны. Вот, к примеру, станция, где шел разговор о полезных и вредных привычках. Так ли просто было ответить на все вопросы? Наша площадка называется «Полезные и вредные привычки». И вот, допустим, я здесь стараюсь раскрыть их, раскрыть их потенциал к тому, чтобы они знали, что такое плохое, что такое вредное, что делать можно, что делать нельзя, чтобы в будущем им, в принципе, это пригодилось. Очень большой интерес у ребят вызвала игра, известная как «Дженго». Ее суть – поэтапная разборка башни путем вытаскивания из нее кирпичиков. Постепенно башня становится все более неустойчивой и каждый ход является рискованным. На чьем ходу башня разваливается, тот и проиграл. Игра требует большой ловкости и в то же время умения анализировать ситуацию. В ходе фестиваля все получили возможность хоть в чем-то блеснуть, у каждого были свои таланты. Мероприятие у нас очень интересно здесь, много друзей, очень классно, правда. Проводим время просто очень хорошо, у нас тренировки каждый день, 5-разовое питание, кормим очень вкусно. Уже неделю как здесь находимся, всем очень-очень нравится. Мы будем рады, если у нас еще раз так будет. Борьба за лидерство была напряженной и одновременно веселой. После подведения итогов определены и награждены лучшие. Ребятам из победивших команд вручены грамоты и памятные подарки. Я очень рад, что мы победили на этом фестивале. Мы выиграли из-за того, что у нас очень дружная команда, мы всем помогали. И наша смена – это самая лучшая смена, которая была. Я очень рад. Благодаря фестивалю участники спортивной смены получили хороший заряд положительных эмоций. Им будет, что вспомнить осенью и зимой, как классно отдыхалось в ровеснике. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Благодаря фминиatyote.